У вакцинации много сторонников, но немало и тех, кто считает такое вмешательство в иммунную систему организма даже вредным. Какого мнения придерживаться, безусловно, человек должен выбирать самостоятельно, но будет лучше, если свое решение он примет, опираясь на консультацию врача-специалиста. И в первую очередь за такой информационной помощью стоит обратиться к медикам перед поездкой в экзотические страны, так как именно там наш иммунитет подвергается особой опасности. Об эпидемической ситуации в стране, в которую вы выезжаете, и мерах профилактики инфекционных заболеваний, вас в первую очередь должна проинформировать организация, которая вашу поездку организовывает. Например, при выезде в некоторые страны Южной Америки нужно сделать прививку против желтой лихорадки. Самостоятельно такую информацию вы можете найти на сайтах Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и областного центра гигиены и эпидемиологии. Такое заболевание, как корь, может стать неприятным бонусом путешествия не только в экзотическую страну. Вирус часто регистрируется в ближнем зарубежье. В Беларуси, согласно календарю национальной вакцинации, против этого заболевания прививают дважды в год и в шесть лет. Считается, что после этого организм вырабатывает надежную защиту на всю жизнь. Но такие прививки получили не все, и сегодня медики проводят исследования, которые должны выявить степень защищенности населения от данной болезни, по результатам которого будет принято решение о проведении дополнительной иммунизации. Как в целом в мире, так и в европейском регионе в последние годы регистрируется большое количество, десятки тысяч случаев кори. К нам большую опасность представляет Российская Федерация, то есть приграничное государство, где также в пределах нескольких тысяч ежегодно регистрируется данное инфекционное заболевание. Проводится исследование напряженности иммунитета против кори наиболее уязвимой группы риска медработников определенного возраста. После исследования напряженности иммунитета будет приниматься решение по дополнительной кампании иммунизации людей, у которых не обнаружится защитных титров, у которых организм окажет, что он не защищен против данной инфекции. Говоря о прививках, не лишним будет вспомнить о том, что не только человек нуждается в подобной помощи иммунитету. Домашние питомцы также должны быть защищены, особенно это касается кошек и собак. Невнимательность и безответственность в данном вопросе может быть опасна не только для животного. К примеру, вирус бешенства передается и человеку, а современная медицина пока не нашла надежного способа его излечения. В основе полагающих среди профилактики бешенства мероприятий у животных является вакцинация животных домашних. Она проводится ежегодно, иммунитет недлительно сохраняется. И если животное вакцинированное, проконтактировало с больным бешенством, диким животным, все-таки есть гарантия, что оно не заболеет. Кроме вакцинации, все домашние животные должны регистрироваться по месту жительства. В Брестском районе это по селесполкома, в городе Бресте это Жесы. При регистрации выдается жетон, который прикрепляется на ошейник, и изологический паспорт. В этот паспорт должны ежегодные прививки вноситься.